Мы купили Ниву Я хочу подарить человеку исправленную тачку Это ваша вторая машина Не может быть Что пить? У меня времени нет Ну вот скажи, для чего жить? Живешь ради Нивы Я детей очень сильно люблю Поэтому у меня их трое Очень сложно найти Ниву за 200 тысяч Но мы ее нашли Получается с работой соточку мне задали Ребят, привет! Я долго думала, как начать этот видос Потому что хочется как-то неординарно начать его Но я просто скажу хорошую новость Мы купили Ниву Вот она наша малышка Нива 4х4 для Петра Конечно, мне очень обидно Мы не собрали 40 тысяч лайков И это меня цепануло Я решила, что больше с вами разговаривать не буду Лайки бесплатные, как бы их можно было и поставить Но ладно, фиг с ним, самое главное, что купили И самое главное, что доброе дело будет сделано Сейчас расскажу маленькую предысторию Как мы ее покупали Оказывается, для меня стало настоящим шоком Что сейчас очень сложно найти Ниву за 200 тысяч Но мы ее нашли За 200 километров от Москвы мы ее нашли Как это произошло, как мы ее выцепили Из очень цепких лап перекупов Сейчас вы узнаете Дорогие зрители, хочу подметить важное Сейчас мы будем показывать все этапы До дарения Нивы С какими проблемами мы столкнулись Вернее, задачами Как их решали Все это очень интересно и немаловажно Поэтому, пожалуйста, не перематывайте Смотрим до конца Мы добрались до этого Ниваса Выглядит вот так вот Свеженько Какого он года вообще? 2000 года Сколько у него там водительцев? Водительца 4 Я сказал еще 5 По технике вроде нормально все С двигателем проблем нет Меняли масло Пороги переварили Это самый большой плюс Потому что у них проблема Зад весь тоже именно промобильный Проварен Единственное, что нужно сделать Общивка крыши Она просто уже Со временем пришла в негодность Но она дешево стоит Вот, получается, да Общивочку сделать А так, ну, помило Все, не знаю Пластик где-то уже рассохся А так машина, в принципе, достаточно ухожая Что фары, что поворотники Все работает То есть мы проверили Все хорошо Резина тоже, по-моему Новая, насколько я понимаю Тут даже есть запасочка Я думаю Дети Пети понравится Самое время теперь запустить ее Let's go Блин, что-то торчит уже непонятно Это что? Это чтобы открыть Короче Прям пахнет моим дедушкой здесь Я помню, как мы с дедушкой На дачу ездили На его этой восьмерке Тюдым-сюдым по кочкам Дай пять Надо выезжать Let's go Прыгай, кит Не прыгай, кит Все норм будет Туга Без этого Гидроусилителя руля Я надеюсь, что я доеду Я не специально Я не специально Я пока выехала с места Я вспотела Это что такое? А, не втыкнулась, не втыкнулась просто Ты че творишь? Где ты? А вот, смотри, вот Да, ты Это был Мы едем 0 км в час Мы едем вообще-то 10 км в час Меня учили в автошколе Не бросать сцепление Парня бросить можно, сцепление нельзя Блин, чем больше светофоров я встречаю, тем больше я понимаю, что каждый раз останавливаться это прям неудобно Привыкни к аппарату Так, сколько нам минут осталось ехать до сервака? Да, всего лишь 30 минут, 20 км Ребята, у нас косплей гелика Вон стоит наш большой брат Он смеет, у него глаза вишел Поехали Пытни к аппарату Че, пятый попробуем? Просто такой горячий воздух О, пятый есть Реально Просто мы открыли док-левел Сотка имеется Что случилось? Ты что остановилась? Да, я устала Сил больше нет Ты так быстро отдохнула? Да, я перевела дух ровно за секунду Кстати, так же быстро можно перевести деньги с карты Тинькофф Платинум То есть 100 тысяч рублей без комиссии Да ладно, расскажи поподробнее Сейчас Киндеры, Тинькофф Платинум Это кредитная карта, чтобы экономить и зарабатывать Знаете, в чем ее преимущество? Нет У карты повышенный кредитный лимит до миллиона рублей А еще вам не придется платить комиссии за переводы до 100 тысяч рублей на карты любых других банков Тинькофф это системно значимый банк страны, который более 16 лет работает на рынке услуг Именно поэтому уже 35 миллионов Вы только вдумайтесь, 35 миллионов человек пользуются услугами Тинькофф Считаю, это однозначно вызывает доверие Внимание, внимание, срочно переводи свой взгляд на ссылку в описании Видишь ее? Переходите по ней, оформляйте Тинькофф Платинум с кредитным лимитом до миллиона рублей А Тинькофф сам тебе ее доставят прямо до дома Пользуйтесь Смотри, тапочку в пол даю Это тапочка в пол, если что Я как будто из сауны выхожу Прикиньте, в нее вмещается всего 30 литров Хотя у нее был, ну, в ладиках полностью опустошенный бак Мы нашли мужчину, который поможет нам подтолкнуть тачку И она должна завестись Так Пробую! Пробую! Что-то не работает Сцепление брось Вот, газу, газу, газу Газу еще Да, да, я пытаюсь Теперь вышли сцепление, сцепление выжжено Да У нас получилось, походу У нас, походу, получилось Спасибо большое Все, надо резко стартовать, чтобы никого не задерживать Эту машину просто объединяет Машина опять заглохла, опять заглохла И нам нужно как-то ее опять толкнуть Ладно, как говорит мой мужчина Обычному человеку горе, блогеру контент Опять то же самое То есть, ну лучше на эвакуатор ставить, короче Наш спаситель приехал Сейчас будем откатывать Ниву Сейчас поставим ее на эвак, чтобы доехать ровно 10 минут до сервиса Если бы не заезжали на заправку, мы бы доехали Вот в этом, блин, вся соль Иногда так хочется выйти с отрица И выпить кофеечку с этого балкончика Как будто мы в Портофино Мы довезли Нива всегда сервиса Не прошло и 100 лет Вот, сразу хочу сказать, что Нива не в идеальном состоянии Поэтому она требует ремонта Здесь нам прочитают, сколько будет стоить ремонт Что конкретно нужно починить Потому что я хочу подарить человеку исправленную тачку Чтобы она была без нареканий И еще одна проблема перед нами стоит Надо подарить машину до конца лета Поэтому чем больше пальцев вверх, тем выше шанс, что мы успеем к сроку Ну что, все, просчитываем, делаем, работаем Люблю, но работаем Погнали! Ребята, я высоко стою, далеко гляжу И вижу аж нашу Ниву Которая уже готова к сдаче Я спускаюсь Кирилл, здравствуйте Здравствуйте Вы герой сегодняшнего дня Давайте рассказывайте, какие работы будут проведены Заменены задние амортизаторы Две штуки Заменены крестовины кардана Все Заменены сальники раздаточной коробки Заменены оси нижних рычагов с соленблоками полностью Заменены рулевые тяги Заменен рулевой редуктор Вот он новый стоит Шаровые опоры новые Заменен комплект цепи ГРМ Со всеми натяжителями, успокоителями Моторное масло Антифриз заменен Заменен бензонасос Из того, что помню, вроде все Это как раз тот необходимый список Чтобы машина ехала хорошо И, как я поняла, на деревне она была первой нивкой такой Да, вот лежат старые запчасти Видно, в каком это состоянии было Маслужка такая Вытянутая цепь Все крестовины, все рулевые Все это ржавый и развалившийся старый рулевой редуктор Колодки еще передние, на ней тоже поменяли Поставили новое Ой, это шикарно Потому что я помню, она вообще не тормозила Когда я сидела за рулем То есть это чудо, что мы доехали до вас Ну да, она не должна была ездить В принципе, кстати, вот я смотрю на низ И понимаю, что сделан очень хорошо Сейчас опусти вниз, покажу, что по салону еще сделали По ней Вот здесь начинается тоже интересненький момент Здесь теперь появились обшивки боковых сидений Появился потолок Раньше его не было Можно, да, глянуть? Конечно Блин, потолок кайф вообще Такой мягенький Он получается в цвет и фактуру торпеды, да? Да Здесь, соответственно, назад вернулись полочки Обшивки багажника, обшивка панели Теперь стало похоже на машину А это прошлые козырьки? Это старые, да Да, потому что мы поменяли козырьки Сделали их в цвет салона, чтобы было прям не стыдно дарить И что-то еще вы под капотом, по-моему, меняли, да? Под капотом Тросик капота поменяли, чтобы капот наконец открывался Под капотом установлен новый аккумулятор на нее Новый бензонасос И тросик капота Все, и теперь нужно сделать Такую нормальную трехфазную моечку В Crystal City ее повезем Спасибо большое, Кирилл А давайте почитаем, сколько примерно мы вложили в эту машину Это, получается, с работой Сколько? Девяносто шестьсот Ну, и эвакуатор тоже где-то Короче, соточка где-то, да Грубо говоря, разница между Нивой за 200к и за 30к в том, что эта Нива едет Прослужит долго, она сможет возить картошку Что еще там можно возить? Дрова, кстати Дрова очень Скидывая, раскладывается Там полноценный багажник большой получается Но, опять же, хочу на минуточку тебя поправить Что ты купишь Ниву за 300? Что ты купишь Ниву за 200? Все равно эта соточка в нее влетит Это автоваз, в который всегда какие-то требуются вложения Мы сейчас обслужили Ты можешь ее спокойно отдать У тебя нигде ничего не течет Не льется, не бежит Машина исправна, она едет Это хорошо И на самом деле спасибо большое Кириллу за золотые ваши руки Что вы взялись за наш подарок Потому что мало кто вообще в Москве берется за вот такие автомобили Ну что, все, мы забираем ее, получается Я рада, я очень рада, спасибо Пожалуйста Мишаня, спасибо тебе за такой драгоценный контакт Никогда руки с тобой не жали Сейчас пожали Все, можно захлопывать капот, если не захлопнется Миша, ты знаешь, как это закрыто? Давай, закрывай Ребят, доброе утро Я дико волнуюсь Я не красилась Я просто резко собралась и вылетела из дома Потому что сегодня знаменательный день Именно сегодня мы дарим Ниву Петру Он, как вы понимаете, вообще не догадывается, что сегодня будет происходить А перед тем, как дарить Ниву, мы должны сделать сход-развал Потому что там, где мы чинили Ниву, его не делают Ездим в другое место Эвакуатор уже с Нивы стоит там Сделаем сход-развал И почешем прямиком до деревни Ехать 4 часа, дорога не близкая Поэтому заряжаемся энергией Субтитры сделал DimaTorzok Нивочку ставим на эвакуатор Чтобы она доехала в целости и сохранности до села А сами садимся в Икс и едем Короче, у меня такой трепет внутри Потому что я понимаю, что мы сейчас едем опять в никуда Все, как вы любите Полный экспромт Никакой постановы И Петр даже не знает, что мы прямо сейчас едем к нему С таким достаточно габаритным подарочком И что самое интересное Мы не взяли ни его номер телефона Он даже не понял, что мы его снимали по ходу То есть абсолютный такой анонимный вайп мы выдерживали И это добавит еще больше интриги перед подарком Потому что никто не знает, как он отреагирует на такой сюрприз Будет он рад Или наоборот будет в каком-то недоумении Или может быть он будет раздражен, что мы снимаем Или вообще, что мы дарим Потому что, опять же, помните Его вайп, он был такой Он никогда не ждал от кого-то каких-то подарков Он никогда не ждал, что ему судьба улыбнется Он всегда делал все на совесть Он сказал мне такую фразу Типа, нет судьбы Есть то, что мы делаем сейчас И это есть причина и следствие нашего будущего Это очень взрослая позиция Я очень переживаю Я, наверное, переживаю так же, когда мы дарили трактор дедушке Я знаю одно, что когда я подарю, я буду дико счастлива Я буду самым счастливым и радостным человеком на планете Земля Я знаю это, что я буду самым счастливым и радостным человеком на планете Земля Они перекличку сделали, слышишь? На самом деле, ребят, я хотела с вами поделиться радостной такой мыслью Год назад я дарила трактор И я не могла себе позволить купить очень дорогой трактор И сделать безвозмездный подарок То есть, как вы знаете, мы хотели обменять старый трактор на новый А сейчас я понимаю, что мой канал вырос Выросло количество подписчиков, вас, зрителей Чему я безмерно рада И да, все правильно Поэтому я могу делать сейчас все больше и больше добрых дел И вкладываться в это и духовно, и душевно, и, конечно, денежно Поэтому сейчас мы везем Ниву И я безумно рада, что я могу просто ее оставить, не ждя ничего взамен Просто безвозмездно Оставить человеку, чтобы он ей пользовался Чтобы она служила ему Да, именно Служила ему верой и правдой И мне это дико радует Я надеюсь, что вы со мной разделяете эти эмоции Что те ребята, которые смотрят за эволюцией моего канала Они тоже видят этот рост и безумно радуются Мне очень важно видеть вашу отдачу И я буду безумно благодарна, если вы просто поставите лайк на это видео Это бесплатно, это быстро делается Но это очень много для меня значит Спасибо вам Оставшаяся дорога до нашей цели прошла без приключений Но вот по приезде в деревню стали происходить странные вещи Четыре раза Петр был близок к тому, чтобы рассекретить наш подарок по чистой случайности И ко всему прочему потихонечку многие из деревни стягивались посмотреть Кто же там приехал с Нимой на эвакуаторе А это добавляло риска спалить подарок Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас я пытаюсь понять Пытаюсь Да, это он по-моему, да У нас каждый раз так происходит Уже второй раз У нас реально, когда мы подъезжаем Наш герой едет прямо в сторону нас Это какое-то, это какое-то знамение Мы знаем, что Петр дома А значит, что наш план пока идет по плану На самом деле очень интересно знать, как у Петра дела Что у него поменялось в жизни за эти три недели нашего отсутствия А может быть, он вообще себе уже успел Ниву купить Хотя, вроде как, эта покупка была отложена в долгий ящик Но, тем не менее Чем, чем черт не шутит? Что это? Петр, походу, все понял И он уехал сейчас вообще А куда он уехал, мы не знаем Вот так вот Мы развернулись, ура! Это просто двигатель проверяем Так жарко, пипец Пацаны! У меня очень сильный мандраж появляется, ребят Я прямо начинаю переживать немножечко Это что такое, мчится на нас? Это маленький ребенок какой-то, нет? Это да, у нас поднимается Это не маленький ребенок Это он! Какое, блин! Он убегает от нас Мы опять его упустили Вон и собачка О, смотри, забор даже сделал себе Какой он молодец Да, да, да Это он Вон и дюк Кеша, смотри Ой, какие он молодцы, пацаны Привет! Кеша, привет! Можешь с вами? Конечно, можно Кеша тоже нас рад видеть Он это сразу начинает голосить И тебе тоже привет Привет! Ну, добряк! Вы здоров Я очень, у меня так сердце бьется Господи, у меня очень сердце бьется Хочешь фотку? Давай Как тебя зовут? Серьезно Очень приятно Здравствуйте Вот и настал момент Ради которого мы проделали такой путь Здравствуйте Здравствуйте Я смотрю, вы забор Пока нас не было сделали Мы тихонечко работаем Да, Татуль, иди Мы решили немножечко прокатиться На нашем отечественном автопроме На Ниве И мне понравилось Я хотела спросить Как вот вам Нива 4х4? Нравится такой аппарат? Не нравится? Не знаю, ничего не могу сказать Я на 4х4 ездил всего пару раз И вообще Вот эта Нива у меня Она первая моя машина Ну, значит, это будет ваша вторая машина Это ваша вторая машина Мы, к сожалению, первое ваше желание не можем выполнить А вы помните, какое ваше первое было Но вторую я смогла исполнить И для меня это очень важный момент Я тоже очень волнуюсь Примите, пожалуйста Это вам Это без каких-либо ожиданий Не может быть Может быть, такое случается Все хорошо Покатаемся с вами Сейчас, надо немножечко успокоиться Я понимаю, что вы в это не верите Но это так Вы же мечтали о ней? Вы хотели ее купить? Вот, теперь будете кататься на ней Куда вы хотели? В Тверь, я помню Вы хотели такую машину на Каждый день На выезд Ну что, просили первую съездить на водоем В машине Поехали? На водоем? На водоем Пойдем? Поехали? Сейчас Погоди, дай успокоюсь Закрыто Не, она открыта, открыта Ого Мы на лодке потом поедем? Да Смотри, все Вместительный багажник Сразу обиходовался Спасибо Сейчас будет первый тест-драйв А вы замечали, да? Вы же видели, что мы там стоим с эвакуатором Мы так пронеслись мимо Мы еще перепугались немного Я как бы давал значение Я так увидел, что кто-то спрятался А то, что, что Как бы источники доложили, что вы подъехали Но я все равно не верю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вода такая спокойная Смотрите, сколько водомерок Мы сюда в детстве их пытались поймать Когда были у дедушки на даче Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно попробовать? Субтитры создавал DimaTorzok Смысл? Для себя любимого жить Я вот этих людей многих не понимаю А в какой момент вам пришло это сознание? Это сознание мне пришло давно Я детей очень сильно люблю Поэтому у меня их трое Два сыночка и лапочка-дочка Как в этой сказке, да? И жена бы ездила у меня в роддом до тех пор, пока бы не привезла мне оттуда дочку А вы хотели очень, да? Дочурку тоже? Ну да Сиреню она родила у меня 29 июня Защищает диплом в Твери Приезжает в деревню Я был с переломанной ногой Вышел утром, сижу, колю дровишки Она говорит, не могу, что-то не могу понять Живот схватит, отпустит, живот схватит, отпустит А это были первые ее роды, да? Да Это вот про тебя рассказывают Хорошо у нас фельдшер свой был в деревне Мы раз к нему А мать говорит, собирайтесь на автобус, блин, в Тверь поедете Документы все у нее в Твери Никто не ждал же этого Ну в итоге фельдшера вызвали она Какая Тверь? Вот что говорит А если она вам сейчас родит по дороге? Только отвезли, мать не успела с Ташка приехать У меня родился старший сын 8 марта родился у меня средний сын Я уехал на рыбалку 8 марта, у нас святой день Уезжать из дома на рыбалку, чтобы не мешаться дома, ничего Женский день Приезжаю с рыбалки, вылазив из трактора С парнишкой ездили на тракторе Не пойму, дом закрыт, мать при параде Я говорю, что за хрень? Ты на рыбалку, жена на рыбалку Говорит, родила Я как стоял в тракторе, так я упал вниз Я приехал, у меня уже второй сын Пацаны погнали отмечать, обмоем ножки Я говорю, погнали А как раз я уже перед этим год не пил Вообще не пил Поехали Я говорю, поехали Мать, куда? Я говорю, сейчас приедем Ванька, друг Через 10 минут что-то не будем? Говорит, знаю я ваши 10 минут Домой Загнала домой И вот у меня получилось Я не поехал обыть ножки И все, с тех пор я не пил Привез ребенка с больницы С роддома Все, с тех пор не пил И Василиса тоже Мама с Лешей уехали с младшим братом С Пирова Она тоже подходит, говорит, не пойму Живот опять схватит, отпустит Схватит Я на телефон звонить матери Матери не могу дозвониться Я на своей Ниве Шероле Прыг заправляю Я говорю, погнали Она говорит, куда? Я говорю, в Спирово В больницу Я говорю, сейчас там это В Спирове перехвате младшего брата Я говорю, пересядешь к ним в машину Я домой, а вы дальше А к другу заскочил Вдруг Какая Нива, ты что? Свою машину выгнал Родителям тоже сказал Говорит, мы в Торжок в роддом Все, отвезли в Торжок Ее тоже вечером Она мне его дочку родила А еще не планируете где-то? Я бы, честно сказать Пошел бы в Абанк еще за 3 За четвертым А почему вы все-таки решились Остаться в деревне? Мне почему-то в деревне проще Я понимаю, в городе зарплаты Все В городе что? С работы пришел, сел дома Все, делать нечего А здесь я наслаждаюсь Я утром встал, пошел куда-нибудь Вечером только пришел Вас отправлю когда Возьму ружье Поеду на охоту Таким образом отмечать будете? То есть дома я нахожусь мало Я все время в движении А в городе что? Все время на жопе сидеть? Неинтересно мне Не мою А вот этот, допустим, аппарат Он стоит сколько? Тысяч 50, наверное? Больше Больше даже? То есть вам еще хватает на то, чтобы такие моменты покупать? Ну вот в этом году я купил в январе Стойте В феврале я купил лодку Отдал я за нее 50 тысяч С доставкой на там Мотор я взял в мае За 60 тысяч Вот считайте, на мотор я копил Февраль, март, апрель, май У мае я, ну, чисто не на свои Я тоже перезанимал денег Потом уже отдавал Так же, как и лодку Я на лодку, я помню, хорошо Я занимал 40 тысяч Ну, опять же, занимал я в семье То есть у мамы И потихоньку возвращаете Да, пенсия пришла Выплаты, скажем так Там, скажем, 5 Если получается, значит 10 На остальное живешь, как бы Пойдем, ММКу посмотришь Давай, садись Сейчас будем Серегу К ПМВ, к правильным машинам приучать Давай Ого Все, 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 молодец Лицо Ребенок в шоке В шоке ты, да? Понравилось? Самое главное, что тебе понравилось Так, Василиса, это тебе Вот такая клубничка большая Мягкая, мягкая А это, Саш, тебе Возьмешь, Саша? Клубничка Мягкая такая Щупай, ложечка Не хочешь? Возьмешь? Сашуль, возьмешь? Свежая, только выкопали ее Бери, бери Саша, бери Не хочешь? Не, не возьми То он может сейчас взять Не надо везти Давай тогда, Василис, поддержишь За Сашу? Это будет две О, молодец Размерусь Выразить ноги не будут Кеша тот тип Помните Кешу? Я знаю, как он вам понравился Поэтому мы сейчас еще раз Пойдем его проведать А он сам заходит И спит уже, да? Знает свое время Домой идет А его можно погладить? Конечно Можно тебя погладить? Какой мягенький Он такой мягкий Невероятный Интересно что-то А, интересно Семечки есть? Семки есть? Семки есть? Кеш, малыш Все хорошо Все хорошо На семечку Подожди На семечку Вот, все Жизнь наладилась Домой давай О, больно О, больно Это дико больно Какой красивый кит Дымка Дымка О, какая красота Ничего себе Это щука Одна, наверное, сегодня поймана А вторая не знаю То есть вашими руками Прямо? Да Ну вообще Круть То есть у вас этот домик основной А тот вы достраиваете И потом будете жить там Я на данный момент там живу У меня два ребенка здесь живут А я с женой А кто такой красивый Вон на фотографии Я Это Леха Это вот младший сын А, это ваш младший сын Младший сын Получается Вам он приходится кем? Младший брат Младший брат С которым вы завтра поедете, да? С которым завтра, да С вами поедете А, нужно бумажку заполнить А сколько у чирисек будет? Три Два Ребят, смотрите Это гусиные яйца Прямо из-под гуся Вот те, которые кричали Она на самом начале Очень интересные на вкус Какие они Вот, выбирайте помидоры Какие вы будете есть С коробкой этой Вот А тут у нас целое это Ох Классные помидоры? Он прям На вас есть парника Он прям такой сочный Он реально сочный Ну что, заполняем документики Музыка Петра, какие у вас ощущения Поделитесь Насчет того, что произошло Вы же, наверное, не ожидали Я и не ждал Я думал, так Приехали, поснимали И до свидания То есть вы не ожидали того Что мы заявимся к вам С ним? Нет Нет А когда это случилось Что вы Как-то Что вы прочувствовали? Не могу описать Но вы заплакали Я видела Почему? Потому что Как-то легко Все это Раз приехали Подарили Него Это как так Такое только Наверное Фильм их видели А тут оно с вами происходит Я же и в интернете не сидел Особо Я залезу в интернет Посмотрю Одноклассники Скажут Одноклассники Берпанк Блин В контакты Все После вашего приезда Вот Подсадили Заставили сидеть в интернете Ты показал мой канал Или что-то такое? Да Показали И вы подумали Что это просто видео Какой-то вот пранк Который случился Наверное Шуточное видео Мужики спрашивают Пригнали Нему Я говорю Нет Я говорю Вот Уже два колеса заклеил Говорю Еще раз надо клеить Как раз На Неве попал Два раза подряд Колесо протыкал Ну и смеялся просто Я ему говорю Вот Уже заклеил Вчера только спрашивали Ну что пригнали Нему Я говорю Нет не пригнали Нет У меня вообще спрашивали Нет Я не ждал Честно скажу Я вот в это не верю Ни в чего Для меня Легких денег не бывает Не бывает То есть вы не ждали Нет И Вот это для вас Мне кажется Что вы как будто Я до сих пор Не могу осознать Что я подарила На самом деле Когда мы уехали от вас Мы же чуть другой формат шоу снимаем Но это даже не шоу Это просто такие видео Которые я на самом деле снимаю Чтобы потом Знаете Через пять лет Открыть свой канал И посмотреть И вспомнить просто Дома там Со своими родителями Не знаю Со своими друзьями Со своим парнем Может быть уже своя семья будет Может уже Да И вот с мелкими Вот так сидите смотреть С цветами жизни И я когда уезжаю Я понимаю Блин Я так вот прониклась Теми словами Которые вы сказали Вот знаете Это не на камеру говоря Это просто вот От всего сердца Сейчас говорю Я очень прониклась Тем Тем Что вы сказали Что вы поначалу Не имели ничего Когда Ну Мухалу выразимся Когда вы имели Такую плотную душбу С алкоголем А потом вы просто Взяли себя в руки И в момент один Просто отрезал И я поняла Что а можно А можно оказывается От этого всего отказаться И иметь очень крутую жизнь И это очень круто Что вы Вот показали примером своим Спасибо вам большое за это Многим зрителям Которые посмотрели Поняли А вдруг Если я откажусь Я смогу тоже Я смогу тоже так жить Счастливой жизнью Найди себе занятие И все Мне допустим Чтобы пить У меня времени нет Я даже иногда мужикам Говорю Если я вам нужен Говорите мне заранее За сутки Чтоб меня застать дома За сутки Но у вас тоже не могли застать дома Вы когда-то Учесали там Разбирать дом Я все время в движениях Потому что Я не могу целый день Просидеть дома А раньше могли? Ну раньше я все равно Какие-то движения делал Но после того как Завязался с этим делом Не сидится мне Вот у меня рыбалка по душе Ходить за ягодами Мне по душе Я даже на рыбалку собираюсь Если у меня даже Спросят Ты куда я говорю На рыбалку Мне даже против слова не говорят Или спросят Ты куда я говорю На охоту Мои против тоже ничего не говорят Я неделю отбегал Они смотрят Что я начинаю жлиться Ходить Шипеть Ребенок знает Я все время Начинаю бубнеть Жена тоже Они подкалывают Как старый дед Говорит Бубнишь все время Но в него я не верю А сейчас будете кататься на ней Это ваше И вы спросили Что вот именно ждал Если бы я ждал Вот понимаете На моем лице бы Слез не было бы То есть я бы Был бы подготовлен Нет Я не ждал Для меня это шок Я им о тебе говорю Не бывает легких денег Я все время говорю Не бывает Что ребят Эта счастливая история Подходит к концу Я считаю Что это Такой тотал хэппи-энд И это очень круто И Не хочется ничего говорить Хочется вот поймать Тишину Которая На этом озере Просто вслушайтесь Делать добрые дела Это Очень приятно Я вам дико рекомендую Дико рекомендую Завести такое хобби И хочется дальше Делать этот проект Хоть он получился Не совсем стандартным Потому что обычно Мы занимаемся тракторами И сельскохозяйственной техникой Но Чем больше ты отходишь От стандартного сюжета Считаю Тем лучше Для добрых дел Нету рамок Поэтому Ставьте лайки Пишите комментарии Что думаете Как развивать нам Эту тему дальше Берегите себя Главное Свою семью До новых встреч